Какая у вас машина? Toyota Land Cruiser. А, я угадал. Мы хорошо сейчас живем? Мы живем намного хуже, чем могли бы жить. То есть все зависит от экономической политики. К чему приводит иногда отказ от демократии. От самостоятельной политики. От самостоятельной политики. Прежде всего ответственность несет элита. А что поменялось? Чего делать-то? Власть должна меняться. Вы готовы сейчас действительно потратить 23-й год на создание собственной партии? И будет ли это? Почему Токаев не встретится с нашими журналистами? С вами? С кем-то еще? С Динарой Егебаевой, которой вы тоже брали интервью? Господин президент. Сколько мы будем играться в это? Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Мы хотим вам напомнить, что мы по-прежнему принимаем с благодарностью донаты. А сегодня у нас в гостях Мухтар Тайжан. Здравствуйте, Мухтар. Добрый день. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Мухтар, вот скажите мне, пожалуйста, я очень на это надеюсь, вот на ваш ответ. Вы настоящий казахский националист? Ну, надеюсь, что да. Слава Богу. Потому что я, знаете, меня вот, я вот ищу казахских националистов уже какое-то время. Я вот, если честно, уже около года ищу, не могу никак найти. Вот, то есть я, наконец, нашел настоящего казахского националиста. Мы очень недалеко находимся на расстоянии одного клика или звоночка по телефону. Но почему-то вот никто не подписывается под это определение. Вы вот прям махровый. Да, пещерный. Пещерный. Замечательно. Знаете, я когда беседовал с Гусейновым, Гасаном Гусейновым, а вот, и я его спрашиваю, вы, говорю, этот махровый русофоб, пещерный, он говорит, понимаете, я не дотягиваю. Я говорю, почему? Он говорит, ну, там, там, говорит, есть люди гораздо более вот весомые вот насчет вот русофобов. Я, говорит, так, я вот в этой иерархии, я где-то лейтенант. Там, говорит, такие генералы есть русофобии. В Азербайджане? Нет, он, сейчас он живет, работает, по-моему, в Лондоне. А вот, вообще он профессор, академик. Он долгое время преподавал в Москве. Сейчас это свободный русский университет с абсолютной оппозицией российской власти. Сто процентной оппозицией. Ну, я, честно говоря, фобию против любых национальностей не поддерживаю. Я не могу себя назвать фобом какой-либо национальности. Здесь нужно дать определение, думаю, что, что такое националист вообще. Давайте мы дадим развернутое такое. Давайте, с удовольствием послушаем. Национализм, термин, он появился в Европе во время реформации. Если вы помните, до 15-16 веков Европой правил папа римский, который построил уже к тому времени, эти папы построили очень такую коррупционную систему, когда за деньги можно было выкупать индульгенции, и тогда откупание грехов. И во всех странах, во всей Европе Библию читали на латыни. Если вы помните, то появились ученые, прежде всего, в Великобритании, это профессора Кембриджского, Оксфордского университетов. Потом их вот такая доктрина перешла в Голландию, там появились потом Мартин Лютер в Германии, там в Чехию потом перешло. Идея о том, что Библию надо перевести на национальные языки. То есть реформация произошла, и реформация открыла дверь национализму. Они стали говорить о nation state, о национальных государствах, что наши народы достойны того, чтобы понимать Библию на своих языках. Почему мы читаем на латыни, ни один, никто и не понимает эту Библию, что там написано. Давайте переведем. Государства, созданные для счастья наших народов. Вот с этой реформацией пошли великие открытия. Эпоха возрождения пошла, культ человеческого тела. Рафаэль, Микеланджело начали восхищаться человеком, что он прекрасен, что человеческое тело прекрасно. Вот с этого все началось. Nation state идея, национального государства, национализм, как идеология, она берет свое начало в эпохе европейской реформации. Это если говорить о Европе. Потом, конечно, как меня учили в университете, я закончил Варшавский университет с 200-летней историей. Если бы не было национализма, не было бы и национальных государств. Национализм является любовью к своей нации, к своему народу, к своей культуре, истории. Это абсолютно не означает ненависть к другим народам. Поэтому национализм – это здоровое чувство, это сродни русскому термину патриотизма. Здоровому патриотизму. Это не значит других ненавидеть. Я, например, могу говорить на четырех языках. Я закончил международные отношения. Я обожаю… Какие у вас языки? Ну, польский прежде всего, казахский, русский, английский. То есть я закончил международные отношения. Если бы я ненавидел другие нации, разве бы я пошел на этот факультет? Мне, наоборот, всегда интересно познание других народов, других наций. Это интересно, кухня, истории. Поэтому интернационализм, он состоит из интер и национализма. Не будучи националистом, ты не сможешь быть интернационалистом. Ну, смотрите, вот Россия, 21 век, люди говорят, мы националисты. Путин говорит, я больший националист, чем все остальные. После этого они идут деноцифицировать чужую страну, своих соседей. Вот как от этого отстроиться? Понимаете, нельзя путать термин национализма с нацизмом, шовинизмом. Когда ты хочешь навязать свою доктрину мира другим народам, другим нациям. Каждый ведь народ имеет право на существование, на невмешательство во внутренние дела. На этом построено интернациональное право, международное право на этом построено. И когда ты начинаешь подавлять, начинаешь хотеть подавлять другие национальности, ты становишься уже нацистом, ты становишься уже шовинистом или империалистом. Мы знаем в истории японский империализм, итальянский фашизм, немецкий нацизм, русский великодержавный шовинизм. Есть такие термины, когда только человек начинает хотеть задавить другие нации и народы, он становится преступником. Это недопустимо уже. Понимаете, то есть вот эта грань в терминологии. Хорошо, что вы начали именно с этого. Это очень важно всем понимать. Я за то, чтобы любой народ сохранял свою идентичность у нас в Казахстане, чтобы немногочисленные этнические группы сохраняли свою идентичность, актуальность и особенность, чтобы не теряли своих корней. Это очень важно. Почему национализм в Российской империи приобрел негативный оттенок? Негативный. Ведь начиная с Кенесары Хана, Алашурдинцев, даже таких безобидных вроде бы писателей, как Мухтара Уэзов, Жасту Паровцев, Декабристов 1986 года. Всех их называли националистами, как в негативном ключе. Они всего лишь навсего хотели сохранить тождественность и самоидентификацию казахов, сохранить национальную государственность казахов. Только и всего. Сейчас вот меня называют, уже много лет называют националистом. За что? За то, что я, допустим, выступал против таможенного союза, Евразийского союза. Я выступал за сохранение экономической безопасности, экономической самостоятельности. Потому что если мы ее потеряем, я еще 12 лет назад писал, мы потеряем и политическую независимость. За это меня называли махровым националистом. Бизнесмены сегодняшние, которые обанкротились уже Евразийского союза, тогда они говорили, вот махровые националисты там, пещерные, узколобые, не понимая, что весь мир интегрируется. Я за международное сотрудничество, равноправное сотрудничество, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. За бизнес, совместную работу, но без передавания собственных полномочий кому-то. Без передавания. Поэтому национализм в Российской империи, он всегда имел этот термин, негативный оттенок, потому что национализм всегда ведет к распаду империи. Это центробежные силы. Если национализм будет много, империя распадется на национальное государство. Если национализм будет подавлен, тогда империя будет мощная и крепкая. Поэтому у нас вот, исходя из советской, а до того царской идеологии, термин национализм где-то остается в негативном таком ключе плане. А это неправильно. Это абсолютно неправильно. Скажите, пожалуйста, Мухтар, мы хорошо сейчас живем? Мы живем намного хуже, чем могли бы жить. Потому что различные примеры, Эмираты те же самые, это были же, во-первых, неграмотные, не умеющие читать, писать рыбаки. Что такое Дубай? Это базар, рыбный базар. За 20 лет они сделали прекрасную страну. Честь и хвала. Сингапур. В 60-х годах, 70-х, когда страны начали освобождаться от колониализма, кстати, благодаря национализму, кстати, да, они ведь, многие из них достигли экономического богоденства. Южная Корея, там, южно-азиатские страны, вот эти вот, азиатские тигры, даже появился термин такой, да, страны, которые получили независимость и к власти, к которым приходили националистические, то есть патриотические элиты, они создали из этих стран прекрасный пример. Сингапур. Но есть примеры, когда страны, наоборот, из богатых превратились в бедные страны. Допустим, Эквадор в Латинской Америке, которого там в 19 веке и называли Швейцарией в Латинской Америке. Сейчас это классический представитель третьего мира. То есть все зависит от экономической политики. Ну и на постсоветском пространстве. Грузия в 90-х годах, когда она без света, без газа, терзаемая даже гражданскими войнами была, да, Саакашвили сделал реформы, которые, ну, сейчас на 4 миллиона жителей, граждан Грузии, 8 миллионов туристов. Ну и сейчас Саакашвили, который умирает в грузинской тюрьме, вот, и к чему, вот, скажем, к чему приводит иногда отказ от демократии. От самостоятельной политики. От самостоятельной политики. Вот мы сейчас живем не очень хорошо, и я думаю, что с этим согласятся все, да, то есть никто не будет спорить, что нет, мы абсолютно богатая, процветающая страна, хотя мы должны быть такой, это тоже все понимают, вы не из, скажем, далекого аула, да, то есть вы не из какого-то села там на окраине Павлодарской или Петропавловской области, да, то есть вы алматинец, а ваша семья по происхождению, по это, это известная семья в Казахстане, да, то есть известным человеком был ваш отец, да, то есть вот, ну, вообще, скажем так, ваша семья не из последних, да, вы чувствуете личную ответственность, и насколько вы готовы ее разделить за те ошибки и за то, как мы на самом деле себя сейчас чувствуем, как общество, как государство? Спасибо за такой вопрос, конечно, я чувствую ответственность, потому что прежде всего ответственность несет элита, элита это мозг государства, даже вот, ну, мозг народа, да, если в социологии посмотреть, это глаза, уши, язык, это мозг народа, именно на элите лежит главная ответственность за судьбу народа и государства, потому что элита находится к центру принятия решений близко. Вы правильно сказали, да, действительно, мой отец, закончив МГИМО, ну, уже предопределил такое элитарное, что ли, местоположение нашей семьи, он в советское время работал в советских посольствах, не на последних должностях, после посла он был второй всегда, да, только потому что он не отказался сотрудничать с КГБ, он не был назначаем послом, потому что там уже это было обязательное условие. Да, он работал и в ЦК, и эти все элитные, элитарные пионерлагеря, там, эти все Волги, спецкормушки, вот эти столовые, это все я видел, я знаю, то есть я вышел, вырос на новой площади, отец жил, вернее, отец работал в здании ЦК, то есть от нашего дома перейти на работу пешком можно было ему, то есть это мы, действительно, это так, и эти пионерлагеря, горные солнца, кто знает, тут это все мы, это все я, это все я знаю, но на нас именно действительно лежит ответственность на элите, я согласен с вами, Я вот хотел даже сказать, сейчас формируется новая элита, да, властью, искусственно новая элита, вот эти вот курултаи, да, они призывают известных вроде бы людей, и эти люди как бы легитимизируют решение власти, они придумали такой орган, как курултай, да, и вот этот курултай вроде бы как дает добро на проводимую политику Тукаеву, Но на членах этого курултая лежит ответственность перед народом, если вы туда попали, вы должны заставлять власть президента принимать правильные решения для этой страны, для народа, поэтому я поддерживаю вашу мысль о том, что на элите особая ответственность, это и со времен Аллашурды, ведь слова Алихана Букиханова, который был по происхождению Туре, Чингизидом, Это он был потомком ханов, он говорил, что на нас, на Туре, лежит особая ответственность, поэтому мы должны служить народу, пока мы дышим, это его слова, да, я согласен, я чувствую эту ответственность, я делаю все возможное, чтобы повлиять на власть, чтобы побудить ее проводить нормальную политику, но у меня это, к сожалению, не очень получается. Замкнутость элит считается, что привела к распаду многих империй, начиная с римской, когда уже люди начинают жениться только из своего круга, не пускать других в этот круг, и элита начинает деградировать, Когда дети уже начинают становиться наркоманами, мажорами, ни к чему не способными, заленившимися, кокаинщиками, то, что мы сейчас наблюдаем. Это вот явление называется замкнутость элит. Мы же с вами рассуждаем не абстрактно, мы 30 лет жили абсолютно при вот этой замкнутой элите, да, сейчас мы продолжаем жить тоже в ситуации, что вот у нас случился контар, да, то есть он еще никаких выводов по нему до сих пор не сделано, он еще не закончился. То есть вся ситуация, скажем, с ротированием, с каким-то, с тем, что просто карточную колоду бесконечно тусует, она продолжается. А что поменялось? Мы же не абстрактно с вами рассуждаем, это все реальность нашего времени. Чего делать-то? Новый велосипед выдумывать не нужно, нужны честные выборы, с помощью которых элита будет обновляться. Когда будут честные выборы, тогда сегодняшняя элита будет знать, что все, что она делает сегодня, станет известно, когда к власти придет другая партия, другое большинство. И это уже контроль. Вот политиков нужно менять, как, не знаю, вот у детей меняем подгузники. Новый подгузник, он всегда чистенький, свеженький, оденешь, но какой бы он новенький, чистенький не был в начале, со временем он всегда загрязнится. Поэтому подгузники нужно у детей менять. Точно так же и власть должна меняться, свежая, все время вода, кровь должна приходить. Сменяемость элит, с помощью элит, с помощью выборов должна происходить. Вы готовы сейчас действительно потратить 23-й год на создание собственной партии? И будет ли это? Я готов к созданию собственной партии, но чтобы ее создать, мне нужна юридическая регистрация. Юридическая регистрация при сегодняшнем законодательстве, если ты не лоялен власти, невозможна. Я могу в деталях это объяснить, если не нужно. Первые 10 лет, 90-е годы, у нас была сменяемость элита. Если вы вспомните, тогда Своик, Ертезбаев, Марат Оспанов, множество молодотюрки. Это пришла новая элита благодаря тем честным выборам, которые вел Горбачев, кстати говоря. Совет народных депутатов, наше с вами поколение это помнит. В 90-е годы была новая элита на самом деле, и в бизнесе, и в политике. А вот последние, скажем так, лет 15, наверное, элита закостенела. Всех, которых мы видим в правительстве, это помощники Назарбаева. Они при нем стояли руки по швам, они носили его портфельчики. Единственный путь состояться, это нужно было быть его личным помощником-приспособленцем. Понимаете? Обязательно Нур-Отан и так далее, и так далее. То есть доступ в элитарность было закупорено. Понимаете? Даже в бизнесе, если ты независимый бизнесмен, у тебя не будет, твой бизнес будет разрушен. То есть это государство закупорило вход наверх. А так не должно быть. Должна быть конкуренция. У всех должен быть шанс стать этой элитой. Бизнес-элитой, политической элитой, культурной элитой и так далее. Если вы поставили вопрос о партиях, я не знаю, нужно ли тратить минуты 3-4, чтобы я объяснил особенности нашего нового якобы партийного законодательства. Расскажите. Дело в том, что для того, чтобы создать партию, раньше нужно было тысячу человек, во-первых, задекларировать как инициативную группу, тысячу человек. И ровно эту тысячу человек ты должен был собрать в одном месте, после которого начинается уже подготовка к съезду, сбору подписей и так далее. Дело вот в этих тысячу человек. Физически их собрать. То есть точка в точку нужно собрать эти тысячу человек. Но мы знаем, что даже мы, когда семейные мероприятия проводим, допустим, не тысячу, а 50 человек когда мы собираем. Ровно точка в точку эти 50 человек никогда не соберутся. Даже будучи все в одном городе. Это естественно. Люди заболевают, командировки, другие объективные, субъективные причины есть. То есть какие-то 10, 15, 20 процентов не придет на мероприятие. Или вместо них придут другие. Ну, кто-то захватит какого-то родственника, приехавшего и так далее. То есть точка в точку не бывает. А здесь нужно со всего Казахстана собрать тысячу человек в одном месте. То есть запасом нельзя. Это нереально. То есть если ты, допустим, тебе говорят, собери тысячу, а ты подготовил две тысячи. И у тебя раз две тысячи нормально, кто-то это, а ты раз других поставил. Так нельзя. Нельзя. Точка в точку. Тех, которых ты заявил, именно точка в точку. Понимаете, там именно эти люди должны быть. Теперь смотрите как. Тысячу человек. Много у нас залов даже вот в этом самом большом городе Казахстана провести собрание на тысячу человек? Не очень много. Я думаю, что их очень немного. Все эти залы подконтрольны внутренней политике. Свет вырубается, пожарная сигнализация, прорвала труба. Мы это видели много раз. Срывается. В одном месте собрать, это очень большая проблема. Зачем вы так про них говорите? Они ничего вам не отключают, ничего не гнетят. Зачем говорят? У вас есть примеры, когда вы можете сказать, что внутренняя политика мне не дала собрать тысячу человек? У меня были случаи, лично у меня, когда мне из квартиры не дают выйти. Не то, что там куда-то дойти. Просто из квартиры не дают выйти. Тебя увозят просто-напросто и все. Может, это хулиганы какие-то? Ну, это хулиганы в погонах, и меня увозили в ДВД там. Так. Я скажу, что меня там, конечно, и чаем поили, но тебе нужно здесь просидеть 6 часов. Понимаете? Так что это уже техника. И бывали случаи, когда я даже просто на лекцию иду, пожарная охрана, все, пожарная сигнализация сработает, нельзя, свет вырубается. Ну, это мы все знаем, ничего не поменялось. Но дело даже не в этом. А дело в том, что президент все время, сейчас эти тысячи человек сократили до 600. Но принцип остался тот же самый, понимаете? Я предлагаю вот что. Мы, этот закон, вот этот принцип писался в бумажную эпоху, когда не было цифровизации. Сегодня цифровизация. Сегодня вы с помощью Каспи-банка можете имущество свое продать. Вы можете, ну, не только Каспи-банк, там, Хомбо, вообще, я имею в виду цифровые технологии. Можете сделку заключить, можете распоряжаться своими финансовыми ресурсами. Вам не нужно идти в банк, показывать свое лицо, подписывать бумажные документы и так далее. Вы можете это все сделать в цифровом формате. Жениться можно. Жениться можно. Продать можно. Распорядиться собственным имуществом, финансовыми средствами. ЭЦП у нас есть, в конце концов. Да, мы, это равнозначно обычные бумажные подписи, да. Есть указ президента, который запрещает документы, бумажный документ оборот. Он устанавливает цифровой документ оборот. Есть указ президента, в конце концов. Но вся эта цифровизация останавливается, когда дело касается политики. Зарегистрации политических партий. Почему мы не можем зарегистрировать партию в цифровом формате? У людей есть ЭЦП, если они распоряжаются своим имуществом, гражданские правовые сделки совершают. Почему тогда в цифровом таком же формате они не могут распорядиться своим политическим голосом, предпочтением? Почему ему нужно обязательно ехать из Петропавловска в Алмату, чтобы принять участие в учредительном собрании? Неужели он не может воспользоваться ЭЦП? Мухтар, это вот вы сейчас, когда говорите, почему вы этот вопрос кому адресуете? Президенту Токаеву. Хорошо. Вы сами президенту Токаеву. Да, президенту Токаеву. Вы сами за цифровизацию. Вы подписываете указы о цифровизации. Вы говорите, что нам нужны цифровые документы обороты. У нас они сейчас однозначные, равнозначные, не менее значимые юридически, чем бумажные документы. Нам уже не нужно предъявлять удостоверение личности, проводительские права, техпаспорты. Все в цифровом формате мы носим. Но когда политическую партию надо создать, на этом этот принцип останавливается. Нужен обязательно живой человек, бумажные технологии, физически человек должен присутствовать. Что это такое? Давайте мы тогда цифровые технологии перенесем в процесс создания партии. Если мы развестись можем. Почему мы вступить в партию не можем в цифровом формате? Может быть здесь надо перестраховаться и 10 раз человека проверить. Вот видите? На этом мы должны настаивать. Перенести цифровизацию в процесс создания партии. Даже с учетом вот этого закона это можно было бы сделать, если бы мы сделали цифровые технологии. Мы сейчас видим, как были проведены президентские выборы. Но вот этих кандидатов мы не до этих выборов в политике не видели. Не после. Вот сейчас их опять нигде нету. Не увидим. Это отработанные материалы. Отработанные. Теперь политические партии. Сейчас опять регистрируются политические партии из людей, которых мы не видели в политике до сих пор. Теперь вот новых таких вот марионеток или куклы, как их назвать, хотят поставить. Ну, вот Ерлан Карин, господин президент, сколько мы будем играться в это? Когда вы дадите нормальные условия для сменяемости элит? Для того, чтобы свежая кровь, свежая вода приплывала? Уже засталялось же все. Как колганжо же в этом водоеме, который вы создали. И никого не пускаете. Там уже зачахло, затхло уже все. Вот те, которые у нас присмыкались перед Назарбаевым, сейчас присмыкаются. Те же самые артисты, те же самые депутаты, абсолютно ровно те же самые присмыкаются перед Тукаевым. Ну, сколько можно играться в этот хоровод вообще? Что, сколько можно? Надо двигаться вперед. Господин Млечин в Кремле написал историю Кантара. Вот он написал ее в Кремле, а стыдно почему-то нам здесь. Вот как вообще вот это вот, что это такое? Это привычка оглядываться на этого. Старшего брата, который себя дискредитировал. Это вот что? Это рабская психология. Вот, к сожалению, многие из сегодняшней элиты, они же из комсомольско-коммунистической, партийной такой среды вышли, да? Ну, президент Тукаев сам всю жизнь проработал в московском МИДе, да? Так ведь? До того. Ну, их же сейчас под дулом пистолета никто не заставляет это делать. Это же не вопрос, даже не вопрос этого позорного голосования, да? Которое, можно сказать, мы проголосовали, потому что мы политически зависимы. Но тебя политически зависимым никто не делает, чтобы ты историю своей трагедии поручал писать какому-то варягу. Да, я абсолютно с вами согласен. Но мы все из Советского Союза, да? Вот пример моего отца, он тоже в МИДе СССР работал. Но, извините, он же не был носителем вот этой рабской психологии. Это стокгольмский синдром своего рода, знаете? Почему нашу историю должен писать какой-то млечен в Москве? Он что, лучше знает, что произошло здесь? Почему ему доверяют писать? Теперь, хорошо, пусть право писать есть у каждого. Но почему эта книга презентуется в нашем посольстве? Да, любой, итальянец пусть пишет, это право человека, мы не запрещаем писать. Но, если эта книга презентуется в нашем посольстве, государственном, да? Нашего государства. Значит, мы эту книгу уже рекомендуем на государственном уровне. Вот это мне непонятно. И что, каждую книгу мы в посольстве презентуем, что ли? Нет же. Вот это мне непонятно. Почему Тукаев не встретится с нашими журналистами? С вами, с кем-то еще, с Динарой Егебаевой, которой вы тоже брали интервью. Вот с ней надо поговорить, на ее вопросы ответить, на других. Я с вами здесь полностью согласен. Это проявление рабской психологии. Это рабское сознание. Все время смотреть на Москву, как на что-то, центр какой-то там, что она должна давать оценки, даже нашей истории. Так не должно быть, конечно. Давайте немножко снизим градус. Скажем так, что такое... Вы вот мне немножко рассказывали, говорили, что в казахскоязычном пространстве все мифы, связанные с вами, они хорошо известны уже, хорошо обсуждены. Да, да, вот, обсуждены и так далее. Что такое у вас с господином Маргуланом произошло с вот этим луком? Кто кому лук должен? Кто у кого лук покупал? Кто продавал? И вообще, что это за история с... Ну, мы познакомились с ним в 15-м году. Так. Я тогда занимался луковым бизнесом. Ну, почему луковым? Потому что в 14-м у меня отобрали мой собственный бизнес. Это я занимался складским бизнесом. По анонимному заявлению, по анонимному заявлению в Акимат. Акимат тогда это был Аким Аббасович Баталов. Он на основании анонимного заявления дает поручение. Аким район? Аким области. А области. Ну, у меня был объект в Алматинской области, в Байсерке, там 60 гектаров. Я развивал свой складской бизнес, строил, там уже провел железную дорогу. Ну, в общем. И он по анонимному заявлению дает задание ГАСКу разобраться на анонимное заявление. Там ИИН нету такого человека, не существует. Кто-то написал, что мой склад мешает местным жителям, а местные жители находятся 5-6 километров от моего склада. Как я им мешаю? А это ваша частная собственность? Ну да, это моя, ну, производственная база моя была. Я ее выкупил на рынке по договору. И причем это была производственная зона, там же не только я, там агрохимический завод был, угольная база была, нефтебаза Гелиуса была. То есть это была промзона, это не только там мой завод. Никто не мешает, вот только мой, который в середине стоит, мой объект мешает местным жителям, которые за 5-6 километров от меня живут. А сколько квадратов? 60 гектаров была производственная зона. Я вам просто не успел до конца рассказать, пока я же развивал складской бизнес дальше уже. И суд, значит, а, ГАСК подает в суд, и суд за два заседания аннулирует пятилетней давности акт водоэксплуатации у моего объекта. Пять лет я уже его ввел в эксплуатацию. То есть юридически мой объект перестал существовать. Нет акта водоэксплуатации, аннулировать, представляете? Вот. Это был 14-й год. А что мне делать теперь? Я в эти коррупционные круги не вхожу. Вот вы говорите элита, но нефтью, газом, металлом, допустим, я не занимался никогда. Когда все на честном рынке, ставя свое личное имущество в залог, я получал кредиты. И крестьяне вот Шенгельдинского района, они откуда меня знают? В 13-м году я их защищал. У них там был кровавый конфликт, и я там потерпевшую сторону, я защищал полгода по судам ходил. И когда я оказался вот в этой ситуации, они мне говорят, Мухтар, а почему бы тебе с нами не работать, с нашим луком? Мы вообще-то луком же занимаемся, по идее. Можно еще вопрос? Я начал. А в связи с чем вы связываете, скажем, вот это, ну, скажем, грубо говоря, наезд на ваш, вот со складом, вы связываете это со своей деятельностью? Ну, 14-й год, Вадим, я... 13-й год мы были очень активны. Мы поднимали вопросы российских полигонов в 13-м году. Вопросы гептила. Вопросы гептила. Я ездил и в Байконур, и в Капустиньяр. Мы проводили пресс-конференции. Мы показывали инвалидов, которые от этих полигонов страдали. В декабре 13-го года я был на Майдане украинском, только когда, вот, то есть, да. То есть, тогда Бутя Булат Абилов ушел из политики. В принципе, политика замерла у нас, оппозиция. В 13-м году, ну, только мы вот были, националисты, да. Поэтому ко мне, конечно, приходили люди из органов, там, прекрати туда-сюда, а я говорю, ну, я ничем противозаконным не занимаюсь. Поднимать проблемы полигонов – это мое право. Поднимать проблемы инвалидов – это мое право. Ездить в Майдан, там, выступать – это мое право. Я ничего противозаконным не делаю. Ну, 12-й год – это после Жанаузенских событий, там, на 6 судов, 6 раз я на суды ездил. И в декабре ездил. В общем, я был активный такой. И после вот бесполезности увещевания меня прекратить деятельность, они просто ударили по моему бизнесу. То есть, в начале 14-го года я получил вот этот иск из ГАСКО по анонимному заявлению. Ну, Маргулан, он же стал становиться известным. Я вот помню его, я отвечаю акции вот того времени, там. Мне он со стороны симпатизировал, мне нравился его подход. Потом он это, что редкостью является для нашей бизнес-элиты, он очень чисто говорил казахша. Мне это тоже со стороны нравилось. И в 15-м году он меня пригласил познакомиться. Я не был, хоть он мне так симпатизировал, мне нравилась его деятельность, но я не выходил. В 15-м году он меня пригласил просто познакомиться. Я пошел, познакомились. Чем занимаешься? Вот этим, вот так, вот так. Говорит, а можно посмотреть? Пожалуйста. У меня уже тогда осенью вся наша продукция была на складах, уже под постоянным воздушным потоком, уже все там. И мы проехали, посмотрели, ему понравилось. И он захотел тоже поучаствовать в этом бизнесе. Я говорю, пожалуйста, у меня друзья участвуют, партнеры есть. Вы можете тоже, если захотите, конечно, заинвестировать. Он говорит, хорошо. И так это, забылся этот как-то разговор и все. И потом он ко мне пишет, говорит, я тут подумал, действительно, я бы пробную такую инвестицию бы сделал. Ну, на 100 тысяч долларов. Ну, у нас продукция там лежала на 2 миллиона долларов. Чтобы вы понимали, это свыше 8 тысяч тонн. То есть это продукция трех аулов, понимаете? Это очень серьезный объем. Пробную на 100 тысяч. Пожалуйста, я говорю, мы это оформили как положено. Все, он получил свой объем лука на эти 100 тысяч. Посмотреть. Хорошо. Хорошо, но этот бизнес, он, как и любой бизнес, он же не гарантирован. То есть зимой цены могут вырасти, могут не вырасти. Понимаете? Ты можешь заработать, можешь не заработать. Это риск же. И он заинвестировал через год, когда мы начали, где-то в 15-м году, как я сказал. И, как и мы все, тот год был неудачный. Он тоже прогорел, потому что там был очень хороший урожай в Ростовской области, по-моему. Поэтому цены на лук сильно упали. И множество лука мы были вынуждены просто вывести на мусорку. Ну пусть он долго не может храниться же, он уже приходит в негодность. И мы, и он свой, он там своих людей поставил заниматься этим. Я не занимался. Я своим, он своим. И он, как и мы все, он потерял свои вложения. То есть это нормально. Он лук свой на мусор что-то продал, там его люди сами занимались. Мы тоже что-то продали, но что-то вывезли на мусорку. Но это был уже, получается, 16-й год. Он в 15-м сделал пробную инвестицию. Это уже мы говорим о весне 16-го года. Но никаких обид не было друг на друга. Это бизнес, то есть это понятно. То есть мы, ни на то, ни на кого не обиделся, потому что такое бывает. Он меня приглашал и на экспедиции, в гости, с женой нас на свой счет. То есть из-за лука мы не ссорились. Я вот что хочу сказать. Причина ссоры была в другом. Я не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить, много времени тратить на это. Но из-за лука, по крайней мере, мы не ссорились. Это потом, когда он уже в 20-м году написал, что, оказывается, он слышал, что я не рассчитался с крестьянами. Ну, это уже было потом, и уже это было неважно. Но в тот момент мы не ссорились. Из-за лука мы точно не ссорились. А что касается... Пишут же действительно, на казахском языке это уже во многом мне вопросы задавали. Это уже давно обсужденная действительно тема. Что такое луковая тема? Там весной 16-го года началась земельная комиссия. Земельный вопрос. Я очень активно в это вошел. Тут тоже мы объявили митинг. После Атаравского митинга и так далее. Образовалась земельная комиссия. И в этот момент я получаю заявление в милицию от некоторых крестьян о том, что я с ними не рассчитался. Два года назад я с ними не рассчитался. То есть спустя два года они решили подать заявление в Копчегайское РОВД. Было заведено уголовное дело. И я сидел в земельной комиссии вот с весны 16-го года по почти осень 16-го года. Вот там 3-4 месяца. Я сидел под уголовным делом. В Копчегае было заведено уголовное дело. И я с комиссии ездил в Копчегайское РОВД, ДВД. Я писал объяснительный. Приглашали этих крестьян, очные ставки и так далее. Вот так вот это было. Но потом, когда земельная комиссия кончилась, обнаружилось, что состава события, преступления нет. И дело было закрыто. Земельные проблемы, земельные митинги и вообще тема земли. То есть она была тогда наиболее острой. Вот можете кратко определить, в чем на самом деле проблема земли в Казахстане? Земля основа государства, народа, экономики. Это первостепенный производственный ресурс. Это мы знаем. Мы первый раз выступили против передачи в аренду земли китайцам конкретно. Это был конец 9-го года, 10-й год, митинги. Если вы помните, миллион гектаров хотели отдать. Еще тогда вот Шаханов, мы все рядом, оппозиция, мы все митинговали. Ермек Нарамбаев тогда. Второй раз эта идея, видимо, пришла в 15-м году в власть. Уже законодательно, так сказать, дать шлюз этому делу. Там с 10 до 25 лет был срок увеличен. И кроме того, впервые землю, чтобы нашим гражданам заниматься землей, ее обязательно нужно было выкупить в частную собственность. Я имею в виду земли сельхозназначения. То есть огромные наделы земли. У земель есть, у всей земли юридически есть 7 категорий. И ЖС есть, производственные базы есть и так далее. Вот мы говорим о целевом назначении сельхозземель. Сельхозземли это 80% территории всего Казахстана. А остальные 20% это города, леса, озера, реки, производственные базы и так далее. То есть мы говорим действительно об основе государства. 80% земель это сельхозземель. И тогда ДОСАЭФ, вот сегодняшний Аким, он был министром экономики, тогда земельный комитет был в его подчинении. Он признал свою вину в тот день, в то время. Они ввели в закон в октябре 2015 года норму о том, что крестьянин, наш гражданин, если хочет заниматься землей, ему обязательно на аукционе нужно выкупить эту землю в частную собственность. Это очень опасно. Я там не знаю, у нас есть ли время все это подробно обговаривать. Это влечет к необратимым последствиям. Это помещище такой, латифундийский такой, уже у нас была бы строй такой, понимаете. Он и сейчас такой, при аренде. А при частной собственности, это вот как, знаете, в Латинской Америке конкистадоры, когда пришли испанские, они эти наделы выкупили свою собственность. Там несколько семей владеют наделами земли до сих пор. И оттуда пошла проблема вот этих фавел, потому что сельскому населению негде было работать, земли нет, и они стекались в большие города там и создавали фавелы. Сейчас это большая проблема. Это и криминалитет, наркомания, проституция и так далее. А на самом деле это проблема земли, потому что земля оказалась в руках нескольких крупных феодальных семей. И до сих пор 3-4 века уже так у них. И мы шли по этому пути. И до сих пор идем, честно говоря. Поэтому вот тогда эту проблему первый поднял Максат Ильясула, Кайсар Ахуалихан. Они первые начали писать об этой проблеме. Потом подключились уже другие активисты. Первый митинг на эту тему провел Макс Букаев и Талгат Аян Батарау. Это было 24 апреля. Я пришел к Респеку с Арсенбаевым. Мы тогда очень близко сотрудничали. Я сказал, мы алматинцы не можем промолчать, вам тоже нужно выступать. Посмотрите уже, другие города пошли. Там Актау, Жанаузен, Козлорда, Семей, Уральск уже стали выступать. Я говорю, мы не можем. Я через 2 дня после Атараловского митинга был уже у Респека с Арсенбаевым в редакции Жасалаш. И мы там же сразу написали заявление на проведение митинга 7 мая. Это была моя идея, это день защитника. 7 мая мы проведем такой же митинг в Алмате. Мы подписали. Но Алмата это уже серьезно. Здесь уже 2-х миллионный город. Это, конечно, власти сразу сполошились. Нас приглашали на переговоры. Мы все ходили. Ярлан Калиев, Жарл Кап, Унхалабай, Респек Сарсенбай. Я вот, мы ходили. Мы не допустим. Мы требовали создания согласительной комиссии по изучению этого документа. Ну, конечно, сейчас уже вспоминается это все. Мой дом оцепили, там, эти, в черной форме. За моей женой даже, вот, следом, она на работу, когда ездила, уже, там, давление, конечно, очень сильное было. Но, тем не менее, мы не отступили. Нас заставляли. Два раза, там, в ДВД мы побывали. Ну, мы не отступили. Мы сказали, мы все равно будем проводить митинг. И в день, вот, буквально уже, там, два дня оставалось. Президент Назарбаев тогда проводит расширенное заседание. Объявляет о моратории. Объявляет о создании комиссии. Это все наши требования были. И моратория, это было наше требование. И создание комиссии. Он говорит, до конца года мораторий, создаем согласительную комиссию, и все. И тогда уже пошла работа в комиссии. В эту комиссию были включены и Макс Бокаев, и уральские ребята. В общем, региона все. Но, к сожалению, или не к сожалению, Макс сам так решил. Он в эту комиссию не вошел. Макс Ат-Илиасу в этой комиссии было. В общем, много было активистов. Зауреж Баталова. Но они вышли потом из этой комиссии. Я из этой комиссии не вышел. И до конца проработал. И в августе мы уже этот мораторий продлили не до конца года, а на 5 лет. Это было моим предложением. Там целые подпольные эти переговоры, все это отдельный разговор. Еще на 5 лет мы продлили этот мораторий. И потом вот в 2021 году иностранцам уже полностью вопрос сейчас решен. Им ни в аренду, ни в собственность земля не будет передаваться. А вот нашим гражданам Тукаев еще до конца вопрос не решил. То есть нашим гражданам он продлил мораторий еще на 5 лет. Но вопрос уже, считай, 2-3 года проходит. 2 года проходит. Уже нужно этот вопрос решать. То есть наш народ, я считаю, против частной собственности на земле сельхозназначения. Можно вполне работать и без частной собственности. Земля такой актив, который не должен на веки вечные, на поколение оставаться в собственности одних только семей. Это ресурс, который ты попользовался, передай другому. Из поколения в поколение должно идти. Монополии не должно быть. Вот вкратце земельный вопрос. 22-й год. То есть мы вот еще сейчас... Желтоксан 22-го года. То есть что за этот год после Кантара произошло и что должно было произойти, что должно было случиться, что должны были сделать наши власти и наше общество и чего не случилось. Они должны были сдержать свое обещание перед народом. Президент Тукаев должен был сдержать свое обещание. Он обещал не менять конституцию под себя. Он обещал проводить президентские выборы в конституционные сроки. Он этого не выполнил, этих обещаний. Он в конце года уже провел внеочередные неконституционные выборы и ему пришлось менять конституцию под себя. Он поменял сроки. Он провел выборы неконкурентные. Это не только моя оценка. Это ОБСЕ. БДИПЧ дала такую оценку. Вот это условие пятилетнего стажа. Нигде в мире такого нет. Пятилетнего стажа на госслужбе. То есть эти реальные конкуренты не были допущены к этим выборам. Это отражает его даже неуверенность в себе Тукаева. Значит он не уверен, значит он не готов к настоящей конкуренции. Значит он в своих силах не уверен. Если он ограничивает участие других граждан. 99,9% не были допущены к выборам. У него у всех же есть пятилетний стаж на госслужбе. Он обещал реформы. Он обещал экономические реформы. Я говорю именно о Тукаеве. Почему? Потому что мы не должны сидеть в позиции царь хороший, бояре плохие. За все несет ответственность в нашей стране президент. Он назначает всех Акимов. Он назначает все правительство. Он назначает всех судей без исключения. Поэтому он несет личную персональную ответственность за все что происходит в стране. Прорвала вот это вот ТЭЦ теплосети в Экибастузе. Несет ответственность Тукаев. Потому что Акимов, вот именно Павлодарского Акима назначал он. Понимаете? То есть ты должен нести ответственность за свои кадры тогда. Он просто... Управленческая номенклатура сегодняшняя, на мой взгляд, она просто продала собственные... Вернее, продала интересы народа для того, чтобы сохранить собственные тепленькие кабинетики, плавные машины, там, стройных этих секретарш, проворных помощников, чтобы все вот это сохранить, как они привыкли последние 20 лет, вопросы решать по телефону. Вот это вот все они поставили выше, чем интересы народа. Они дал... Я, честно говоря, был более высокого мнения о них. О том же Карине, Ярлане я... Мы сидели в 19-м году во время НЦОДА, мы сидели и писали планы реформ политических, экономических. Космониторинг вводили мы, да. Вот это вот мы... Тогда в первом НЦОДе, когда я пришел, я думал, что мы реальными реформами будем заниматься, последовательными. А тут оказалось, что... Когда уже они... Полностью им власть была передана, они же как оправдывались. Ну, не все в нашей власти, там, Назарбаев, библиотека, там, туда-сюда. А когда уже вся власть в их руках, они вот что делают. Поэтому я... Я Шимбаев, Маулен... Я их всех по 20 лет же знаю. Я их лично знаю хорошо. Как вы говорите, я же из элиты. Ну, элита должна быть ответственной перед своим народом. Она должна интересы народу выше ставить, чем собственные тепленькие, местечки. Ну, может быть, все-таки, как говорит та сторона, да. То есть, может быть, дело все-таки не в проворных помощниках и стройных секретаршах, да. А может быть, дело в том, что они реально не могут выйти из колеи. То есть, они не могут, скажем, резко дать руль вправо или влево для того, чтобы паровоз не слетел с рельсов. Никаких оправданий тому, что они не делают того, что нужно народу, нет. Это все можно было сделать. Какие проблемы в том, чтобы упразднить сам рук казна? Какие проблемы? Проблемы только в том, что все, кто кормится у сам рук казна, потеряют свои доходы. Вот и все. А так, подчинить все национальные компании, вот эти вот естественные монополии своим профильным министерствам, как это было, никаких проблем не представляет. Никакая Москва, никто против, не будет возражать. Это чисто внутренний экономический вопрос. И тогда мы дали бы, освободили бы пространство в экономике для малого, среднего, частного бизнеса. И тогда бы рабочие места стали появляться, богатые люди, зажиточные люди стали бы появляться у нас. А так они до сих пор держат эту сам рук казна. То есть задача власти создать институциональные условия для развития страны, народа. Вот первый из них это сам рук казна. Второй из них я хочу сказать про Атамикен, НПП Атамикен. Это Кулебаевская структура. Да, сейчас туда пришли более креативные люди, что ли. Раимбек Баталов, Максат Кикимов. Я тоже их всех лично давно знаю. Хорошего мнения. Дело не в них, в институте. Институт. НПП Атамикен. Почему она до сих пор является обязательной организацией, членство в которой является обязательной организацией для бизнеса? С какой стати это? Нарушение конституции. Конституции. Членство в общественной организации – дело добровольное. Почему я обязательно, если я бизнесмен, должен быть членом этой организации? И даже это не в членских взносах дело. Хотя это является таким неучтенным налогом на бизнес, обременением. Пусть они малому бизнесу дают поблажки. Дело не в этом. Почему я должен быть членом? Почему все ассоциации должны быть аккредитованы в этой организации? С какой стати? Почему? Для того, чтобы управлять. Совершенно верно. Чтобы в один загон с них согнать. Почему эта организация занимается сертифицированием? Государственные функции она уже занимается. С какой стати? Общественная организация берет на себя функцию сертифицирования. Это Кулебаев, пользуясь своим положением привилегированным, законодательно такие функции взял. Я хорошо отношусь к Краенбеку, Максату, Кикимову, другим. Дело в том, что институционально эта организация, как и Самрук Казана, занимает вредное положение для развития экономики в нашей стране. Их не должно быть таких. Понимаете? Это как оковы, их нужно скидывать и выбрасывать, чтобы мы могли нормально ходить, развиваться, бегать, понимаете? Я не говорю о выборности, это уже политика. Я говорю, что мешает убрать налоговые льготы с добывающего сектора, с финансового сектора? Ведь они должны платить налоги. Дело не в том, как они стали собственниками. Это другой вопрос. Это тоже большой вопрос. Но хотя бы вы в кассу платите, как и мы все платим. Почему? У нас вы знаете, не знаете, лотереями налоговые льготы. Так, так. Что это значит лотерея? У нас много секторов, блатных секторов, имеют налоговые льготы. Они не платят положенные во всей своей мере налоги. С какой стати? Картинг, понимаете, картинги налоговой льготы. С какой стати? Вот у кого какое лоббистское было такое влияние, те получали налоговую льготу. Как так возможно? Я же в 17-м году был в рабочей группе по налоговым кодексам. Глотки рвались, глотки рвались. Каждый автомобильное у нас, автомобильное, субсидии, налоги, льготы и так далее. Сельское хозяйство, льготы, налоги, субсидии. Друзья мои, нужно же хорошо льготы и субсидии, но не вечно же. Тебе же должен даваться какой-то срок, чтобы ты на ноги встал. А потом уже ты должен быть таким же субъектом предпринимательства, как и все остальные. Хорошо там. Такая логика экономической политики. Поддержать, укрепил, пожалуйста, конкуренцию. Но у нас эти 20 лет эти сектора имеют льгот. Сколько можно уже? Что это за сироты? Как в том фильме, помните? Кормят их все с ложечки. Ну сколько можно? Что мешает провести такие нужные экономические реформы? Что мешает? Оглядываться на Москву, что Москва, что будет вмешиваться в эти дела, это даже к Евразийскому Союзу не имеет отношения. Это просто нужно просто сесть, подписать указ и все. И ты даешь шанс миллионам на развитие. Ну о том, что нужно из Евразийского Союза выходить и просто оставаться при нулевой таможенной ставке, при условиях защиты взаимных инвестиций, при режимах избежания двойного налогообложения. Нормальные эти, нормальные меры для стимулирования совместной работы, бизнес-работы. Пожалуйста, с Россией, с другими, там вот так нужно работать. На двусторонней основе. Но не передавай ты полномочия им. Не передавай ты собственную судьбу в их руки. Вот о чем речь же. Но что мешает это делать? Что мешает? Тут надо освободиться от рабского мышления. Наверное, взаимозависимость их общая. Возможно. Крышевание какое-то возможно. Но я пришел к такому выводу, что если вот эта номенклатура сегодняшней, бывшие помощники, это все нуротан, это все вот они культ личности все вместе создавали Назарбаева. Я понял одно, что они не способны уже. Они не способны. От них что-то ждать. Их убеждать в чем-то уже бесполезно. Это бесполезное занятие. Вот этот год это показал. Я надеялся, что им мешали, что они все понимают, что им Назарбаев мешал, что они начнут работать, сейчас делать то, что нужно. Привыкнут людей. Вот это вот возврат капиталов. Ну что мешает туда Кожигельдина, Сирика Минедбекова, Булата Билова, Оразова Ержанова. Включите в комиссию, кто занимается этим. Вместе что мешает? Цель одна же вроде бы, как бы благая. Ну почему вместе этого не делать? Я думал, начнется вот такая работа. Они же сами сказали. Новый Казахстан. Что там? Справедливый Казахстан. Вторая республика начали говорить. Ну где? То есть этот год показал, что эти люди на это не способны. Поэтому я понял одно, что все, кто имели отношение к прежней системе, даже если это не воры. Ирлан Кушанов в своем интервью одном сказал, что мы же честно работали. Мы не говорим, что вы все воры там. Мы говорим то, что вы строили эту систему. А раз вы строили эту систему, вы должны уйти. Должны прийти новые люди, которые не строили эту систему. Вот строили, не строили. А что с наследием? То есть вот наследие Назарбаева это какой-то вообще код Шрёдингера. То есть непонятно, он живой или мертвый. То есть вот так же у нас нету до сих пор четкого понимания, что будет с наследием Назарбаева, что будет с самим Назарбаевым. Да, потому что он у нас то плохой, то вроде бы опять ничего. И присутствует на встречах, его показывают вместе с президентом Такаевым. То есть вообще говоря, что с наследием Назарбаева произойдет? Как вы считаете? Выход очень простой. Есть закон, который должен быть един для всех, для всех граждан, в том числе для Назарбаева, для Нинары, для Али, для Тимура, я никого не забыл, для Дариги, да, там, Хайрасат и Балды, там вот. Кстати, многие же пишут, что я их человек вроде бы как. Вот для всех должен быть, вот я сейчас говорю, вот для всех, для них должен быть единый закон, как и для всех для нас и для Назарбаева. Закон о лидере нации, который поставил эту семью над законом, мы же все под законом, они были с помощью этого закона поставлены над законом. Их нельзя было привлекать к ответственности и так далее, да. Народ проголосовал в июне за то, чтобы всех уравнять граждан, да, так. Но вот сейчас у нас 23 декабря закон о лидере нации до сих пор не поставлен на утрату. Это дело получаса. Поставить на голосование, проголосовать, потом отдать в Сенат, там на утрату поставить и все. Какие проблемы было полгода этот закон не поставить на утрату? Они до сих пор все под защитой этого закона. До сих пор. Причем интересно, я вот недавно прочитал книгу Майдана Сулейменова, известного юриста, академика. Вот он очень ясность вносит там. Этот закон вообще был принят не конституционно, а лидере нации в 2010 году. Его все приняли, Назарбаев отказался его подписывать, оказывается. Он знал, что это, ну, просто позор, это не бывает таких законов, да. Каких-то, какую-то конкретную семью убрать из-под юрисдикции, можно сказать. Он же не стал подписывать этот закон. И этот закон был подписан председателем Сената в то время, Токаевым, председателем Мажлиса Мухамеджановым и председателем правительства, премьер-министром. Вот три подписи стоят под этим законом. Назарбаева подписи нет там. Такой формы принятия закона в Казахстане не существует. Это не конституционный способ принятия закона, в принципе. Но вот так он был принят. Понимаете? То есть изначально все люди понимали, что этот закон не конституционен, абсурден. Не должно было такого быть. И до сих пор этот закон вот наши уважаемые или неуважаемые аманатовцы до сих пор не могут поставить на утрату. К сожалению. До сих пор они под законом, под защитой этого закона. Вот что я говорю о наследии. Всех поставить просто в равные условия перед законом. Вот и все. А дело журналиста Михаила Казачкова. Что это такое? Это сигнал обществу? Это закручивание гаек? Это вообще... То есть что это? Вот еще раз перед законом все должны быть равны. Простой принцип как живет цивилизованный мир. Я не знаю виновен ли Казачков. Невиновен ли Казачков. Как и мы все. Я не знаю. Но должны быть соблюдены процедуры. Вот демократия это процедуры. Обыск должен быть в соответствии с законом. Допуск адвокатов должен быть. И так далее и так далее. Понимаете? Просто процедуры. Открытый процесс. Если он виноват покажите, докажите. Не виноват пусть адвокаты докажут. Пожалуйста. Просто должны быть соблюдены процедуры. И суд должен быть независимым. Судьи должны быть избираемы народом. И тогда мы получим справедливый суд. И суд разберется уже виновен, невиновен. Мы же не знаем с вами этого. Меня удивляет, когда нарушаются процедуры. К одним применяются одни процедуры, а к другим другие. Почему суд над Масимовым вот этими КНБшниками в семье? Кто там фамилии я сейчас могу не вспомнить, но вот это вот их обвиняет в организации январских событий. Почему этот суд закрытый? Это же нас всех касается. Сколько жертв? Сотни жертв. А почему если они виновны, нам не показывают их вину? Почему кто-то в закрытом помещении должен решать их вину? Мы все должны знать и видеть. Какие там госсекреты? Хорошо, есть какие-то госсекреты, не показывайте эту часть, не транслируйте. Но остальная вся часть нас же всех касается. Почему вот эти вот я помню тогда был Сыроежкин китаист, я его знаю. Лично еще со студенчества знаю его. Почему над ним? Если он виновен, покажите нам его вину. Вот этот вот зампред Совета Безопасности в этом году был осужден за измену Родине, фамилию не вспомнил. Вот в этом году почему его суд прошел закрыто? С какой стати? То есть демократия и законность процедуры ко всем должны быть применены, применяемы, единые, одинаковые процедуры. Вот и все. В том числе и к журналисту Казачкову. Я об этом пост написал. Так и должно быть. Ухтар, скажите, пожалуйста, личный вопрос. Какая у вас машина? На сегодняшний день я приехал к вам на двухсотке, потому что двухсотка... Назовите марку. Toyota Land Cruiser двухсотка. Настоящий казахский националист должен ездить на Тойоте. Это, знаете, для наших дорог, для наших степей. Эта двухсотка Казахстан два раза объездила. Я действительно уважаю. Ее же украли у меня в августе. Четыре недели нашли. Спасибо полиции. Вторая машина у меня Mercedes GL 550 тоже Jeep 5,5 объем. Это вы зря уже рассказываете. Вы просто образ нарушаете. Вот Тойоты было бы достаточно. Нет, ну вы же спрашиваете, я должен ответить на вопрос. Вот мы с женой на этих... У дочери есть своя машина. А, но Mercedes у жены. Нет, на Mercedes я езжу, но сегодня забрал сын. У него много встреч. Я ему отдал. Я зато у нас пострадала жена. Я у нее забрал. вот еще по поводу стартапа Тайжан. Это работа сына? Конечно, я не боюсь. Расскажите, что это такое? Вот это прямо вот очень интересно. Это стартап, который вошел куда? То есть, какая компания его использовала? Он написал пост. Я до этого не имел права говорить. у них там есть закон о конфиденциальности, но он уже сам написал, что можно, я могу рассказать. Его стартап Тайсан Моторс, он в этом году, в начале года, получил инвесторскую визу Великобритании, открыл предприятие, стартап и заключил договор этот стартап, заключил договор с фирмой Vertical Aerospace, которая разрабатывает новые технологии в сфере электрических самолетов такси, что можно из Лондона в Нью-Йорк добраться на электрическом самолете такси. Вот 5-6 человек мы взяли и это намного быстрее, намного дешевле будет, да, они так рассчитывают и экологичнее, нету выбросов. И вот это вот этот проект, вот эта компания, она заказала работу в части электробатарей для этих самолетов вот фирме моего сына, стартапу, да, ну, потому что они его давно знают уже, отрасль, в принципе, знает его, поэтому, он вот написал, что за эти полгода он отработал контракт, одно дело заключить контракт, другое дело его исполнить и отработать, вот он отработал, отрабатывает, завершает, как он написал, и это вертикал аэроспейс, она уже имеет предзаказы на свою продукцию от Virgin, это Ричард Брэнсон, такой известный, да, от American Airlines, уже на 1400 вот своих вот этих самолетиков мы назовем или электротакси, аэротакси мы назовем, уже имеет предзаказы на 5 миллиардов долларов, то есть их продукции уже пользуются спросом, уже выкуплено, понимаете, то есть уже хочет кто-то купить эту продукцию, это очень здорово, я считаю, поэтому вот. А сколько лет цену? 25. Супер.